8 мая 22 года село Машдуреча поют соловьи, а нас ждет подъем на гору Сасыхан-Тпеси, а потом он туда. Начало нашего пути, мы выходим на гребень, который будет нас вести на вершину, а напротив вон Хашки Кая, хребет. Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаем подъем по хребту, справа от нас долина Айсареза, глубокая, она уходит очень далеко наверх туда. Ну что, вот мы приподнялись, слева у нас долина Айсареза, вон скала там Хаатур-Лунын-Бурун, она же то ли Андрюша, то ли Катюша, потому что справа хребет Хашки Кая, и там тоже вот то ли Андрюша, то ли Катюша. Они друг на друга типа смотрят. А вообще вот Хашки Кая, и вершина хребта этого Айярын-Бурун. Прям такие пласты конгломератов выраженные, цветущие деревья, это вообще... Ты видел там море? Оооо, там море! Зачем же мы идем подальше от моря? Такие склоны все потому, что здесь все сложно конгломератами. Вот эти глыбы окатанные и гальки, им там не то что миллионы, сотни, сотни миллионов лет. Потому что это когда-то какая-то огромная река выносила, окатывала, откладывала, а потом это опять окаменело все в этот конгломерат. Поднялось и обнажилось. Вот она, галька, которую еще лапы прадедов-динозавров катали. Открылись дальние горы, вон там Бабуган где-то далеко. Мы на высоте 500 метров. Ого, я вижу вон Медведь-гора. Высота 630. Уже недалеко наша вершина. А справа СРС-ка ущелья, все идет. Высота 650, гребень почти что предвершинный. Сверхи близко. Сверхи близко. Вершина. Сасыхан ТПС. Семьсот восемь метров. Молодцы, достигли цели. Восхождение, посвященное Дню Победы. Накануне Дня Победы, 8 мая. Вершина Сасыхан ТПС. Это, конечно, одна из таких очень видовых вершин в Восточном Крыму. Там Междуречья, хребет Хашкикая. Долина Ворон, село Ворон. Перевал Ворон. Вот хребет, по которому мы можем дальше идти. Камень, скала Судакташ. Дальше Холмик Сас. Алан, Лисан Алан. Купол Холосы Саба. Улан Кая. Вот это все Айсаревское ущелье. А с той стороны хребет Ортасырт. Очередной, огромный, протяженный. А там, за Ортасыртом, Судак виднеется. Где-то за Судаком этот, как его, Олчак Холм. Кусок выглядывает Сокол горы над Новым Светом. Караул Абы, Холмик. Да, тут, конечно, круг. Там, на южном берегу, Медведь гора, Вабуган Ейла. Демиржи выглядывают, Караби, если знать, куда смотреть-то. Неугомонных хребет манит дальше. Хочется сходить, может быть, на Судак Таш. Мы так и нашли, мы так и дошли. Нашли, нашли, нашли. Горные ирисы, эти желтые. Там есть и синие. Там синие, там пионы. Ну, наконец-то. Горные ирисы фиолетовые. Скалище. Судак Таш. Обходится он с запада. Как башня крепостная с конгломерата. Я в домике. Гортаж обходится от севера. Надо выйти на обрыг. Ого. Сосыхан впереди. На юге. Судак Таш. Ну, вот здесь, возле ирисов, за Судак Ташем, мы, наверное, остановимся на этом хребте. Упрощальный взгляд на север. На сегодня, 2-го мая. 2-го. 8-го мая, да. Пойдем делать лагерь за горой Сосыханом нашим. Так, вершина Сосыхан. Мы ее обходим с запада. Тут в посадках сегодня ночевать надо. Лагерь там, под вершиной. Но у меня задача самая важная. Тут ниже метров на 70. И там, в стороне, есть источник, как бы, Сосыхан, Чахрагы. Вот, у него зависит, наберу ли я воды. Хребта в сторону родника абсолютно такая заросшая, звериная, типа тропки по террасам. Семляника. На камте все всякие орхидеи. Поздно быть вода. Вот он. Сосыгын Чахрагы. В этих местах будешь рад и такой копанки высачивается. Вот и наш лагерь. В вершине, под вершиной Сосыханта Писи. Вот эти 650 метров. Дальше. Вечер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok